Хотел уничтожить Украину, а теперь хватается за руины своей империи. Путинское вторжение повысило вероятность того, что срок его правления подходит к концу. Журналисты издания «Политика» видят 12 потенциальных его преемников. Подвинуть Путина могут бывшие соратники, ФСБшники, личные телохранители, целый ряд министров. Есть же разные группы влияния внутри страны, которые понимают, скажем, ту бездну, которую ведет сейчас Путин. И они захотят отрабатывать сценарий назад. Чересчур уж окружение Путина любит сытую жизнь. И сейчас, теряя эту сытую жизнь, они захотят ее вернуть. А некоторые из этого окружения уже начали откровенную борьбу за власть. Глава Чечни Рамзан Кадыров и олигарх, известный как повар Путина, а еще совладелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, объединились, чтобы сохранить, а местами и нарастить влияние. Оба критикуют российской Минобороны за военные провалы. Основной удар направлен на генерал-полковника Александра Лапина. Кадыров обвиняет его в сдаче ряда городов в неэффективности командования и незаслуженных наградах. И жалуется, что не может связаться с Лапиным. При этом Кадыров нахваливает олигарха Пригожина, который набирает заключенных в свою частную армию на войну в Украине. Мотивация Пригожина и Кадырова, они официально находятся в этой группе осатаневших фашистов. Они хотят получить власть. Это люди, которые владеют в первую очередь силовым ресурсом. У Кадырова, по разным оценкам, армия может быть от 20 до 30 тысяч людей, которые верны ему. У Пригожина еще больше. По сути, он является параллельной армейской структурой. Имеет медийный ресурс. И если свои личные армии Кадыров и Пригожин пока не пускают на войну за кремлевскую власть, медийный ресурс работает в полную силу. Ведь одновременно с обвинениями Лапина в непрофессионализме, в СМИ широко обсуждали слухи о том, как Лапин лично угрожал расстрелам, отступившим под Сватово мобилизованным. Однако скрылся при приближении украинского дрона, бросив их под конвоем военного патруля. Практика подобных информационных вбросов характерна как раз для фабрики троллей, связанной с Евгением Пригожиным. Все прекрасно понимают, что дело в целом движется к военному поражению, а военное поражение ослабит Путина. Соответственно, если каждый сам себя не начнет усиливать, то может вообще проиграть. Потому что если придет к власти даже кто-то из путинского окружения, условный технократ или человек более либеральный, чем Путин, то ни Пригожина, ни Кадырова места в системе не будет. Интересно, что при всей критике Минобороны, нового командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина, Кадыров с Пригожиным даже хвалят. Считается, что эта тройка надумала возглавить силовой блок России, при котором Суровикин станет министром обороны, Пригожин – директором Федеральной службы безопасности, Кадыров – директором Росгвардии. Получится у них или нет, это тоже отдельный вопрос. Потому что все-таки главными игроками в России остается ФСБ, остается армия. И отдельно игра – это группа главного разведывательного управления. Оно официально, конечно, принадлежит к Министерству обороны, но неофициально. Там, конечно же, отдельный интерес и отдельный силовой аппарат существует. И в данной конфигурации, опять же, сейчас они хотят сделать виноватым во всем военных, Путина в том числе, для того, чтобы опять же получить свою долю власти. Эксперты уверены, раскол в Кремле будет нарастать с новыми поражениями России в войне в Украине. Сейчас Путин готов терпеть выходки своих пока еще соратников. Ведь, например, от Пригожинской частной армии зависят успехи Путина в Бахмуте. А кадыровские военные, по неофициальным данным, выступают за грядотрядами для мобилизованных. Но доверия к когда-то близким соратникам у Путина нет. Ксения Борвиненко для телеканала Freedom.